Начинаем изучать уравнение третьей степени. Выписываем мой многочлен третьей степени. И нас интересует, собственно говоря, как его решить. Поехали. Ах плюс Бх квадрат плюс Цх плюс Д. Ребята, опять. Сначала я расскажу решение, что называется наивное. Кстати, формула, которую мы получим, называется формула Кардана. С этим связана совершенно роскошная история, которую я очень советую прочитать. Но рассказывать я ее не буду, потому что на это ушла бы вся лекция. Это история о том, как ее, собственно говоря, придумали. Совершенно замечательная. Советую книжку Гин Дикина. Гин Дикин. Она очень простая, но действительно занимательная. Значит, в двух словах история. В те времена были математические бои. Математические бои проходили не так, как сейчас, между школьниками. А они были между ученым. И правила были такие. Когда есть школьники, то есть какой-то жюри, который на них все решает. Правильно или неправильно. А когда ученые, то понятно, что есть проблема с тем, кто будет судить, кто из ученых более велик. И поэтому правила были такие. Двое ученых договариваются о том, что они проведут математический бой. И один пишет несколько задач. Другой пишет, сколько же задач. В определенный день и час они мнению будут с этими задачами. После этого, через определенное количество дней или недель, они опять приходят. И каждый из них рассказывает то, что он думает про задачи противника. Ну и есть какой-то жюри, оба выступают. А дальше правила. Проигравший, то есть тот, кто решил меньше задач, должен устроить обет на столько персон, сколько задач он не решил. Логично? Логично. Ну, значит, или на столько десятков персон, или на столько сотен персон. Это я уже не помню. Вот это я отправляю вас в книжки. И в конце концов, все эти исторические подробности, там кто, как, кого. Так вот, ребята, история такая, что Кардано, личность совершенно легендарная. Он одновременно и врач, и математик, и механик, и кто знает кто. Вот, в этом участвовал. Вроде бы он эту формулу услышал у Тартальги, который ее сам доказал. Ну, в общем так, кто из них, у кого что украл, а может быть и никто ни у кого не украл. Потому что, вообще-то, ребята, когда ученые работают, бывает же и такое, что там один придумал одно, другой придумал другое и так далее. Вот это вы все, и вот там читаете, это действительно интересно, и по всей идее неизвестно, как же там на самом деле все было. Но важно, что после греков, которые умели решать квадратное уравнение и только его, вдруг произошел абсолютный прорыв. Когда поняли, что кубическое уравнение можно решить. Ребята, это тогда был абсолютно фантастический прорыв, потому что они вдруг узнали, что греки знали на все. Ведь в течение многих веков греки были, что называется, абсолютный эталон мудрости. И люди считали, что там, если мы что-то не знаем, то это просто потому, что там такая-то греческая книжка потерялась, или была отширена, или еще что-то. Вот, а здесь вот вдруг сделаны вещи, которые точно греки не знали. Итак, поехали. Заметьте, пожалуйста, этот шаг ничем не отличается от того, что мы сделали в квадратном уравнении. Следующий шаг, как ни странно, тоже ничем не отличается. Давайте я напомню, что было, когда мы в случае квадратного уравнения выделяли. Мы там выделяли полный квадрат. Согласны? Здесь полный куб. А здесь выделяем полный куб, совершенно нет. Здесь мы прямо так и пишем. Х плюс Б разделить на 3А. Дальше, к сожалению, придется все переписывать, да? Плюс Б разделить на... А, нет, нет, как раз это не надо переписывать. Не Б разделить, а не надо. С разделить на А, Х плюс Б разделить на А. Так, вот только интересный вопрос. А что там надо будет взять с минусом? Давайте я напомню все. Если, значит, Х плюс Фи в кубе, это Х в кубе плюс 3Х квадрат Фи плюс 3Х Фи квадрат плюс Фи в кубе. Если вместо Фи вы подставили Б деленное на 3А, то вот в этом месте у нас получается так. 3 умножить на Х квадрат, умножить на Б делить на 3А. Это в точности Б делить на А. Все замечательно. В этом месте у нас получается так. 3 умножить на Х умножить на Б квадрат делить на 9А. Ну, 9 и 3 сокращаются, поэтому мы должны написать минус, 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 минус Б квадрат делить на 3А квадрат Х. Так, и еще минус Б в кубе разделить на 27А. Ребята, вы меня, конечно, извините. Но я сейчас сделаю так. Я вместо Х плюс Б разделить на 3А, напишу новую букву И, потому что тогда станет все намного понятнее. У в кубе плюс С разделить на А минус Б квадрат разделить на 3А квадрат. Все понимают, как это звучит, да? То есть это принес. Умножить на плюс, довольно ужасный хрустик. Д разделить на А минус Б разделить на 27А. Но это еще не все. Потому что это было бы все, если здесь был Х. А здесь я написал ИП, и поэтому надо еще вычесть. Надо еще вычесть. С разделить на А минус Б квадрат разделить на 3А квадрат, который умножили на Б деленное на 3А. Так вот, господа, разрешите мне, пожалуйста, сейчас вот это обозначить буквы Б, а вот это вот все обозначить буквой К. И задача свелась к решению такого кубического уравнения. У в кубе плюс П, У, плюс У равняется 0. Очень важно понимать, что на самом деле достаточно научиться решать любое такое уравнение, и автоматически вы получите решение любого такого уравнения. Обратите внимание, здесь параметров было сколько? 4. Здесь параметров было 4. Здесь параметров сколько? 2. Заметьте, это уже, конечно, огромная прогрессия. Я сумел избавиться от целых двух параметров. В случае квадратного уравнения это уже было победой, потому что там было 3 параметра, от двух я вот таким способом тогда избавился, и остался, ну и, собственно, и все, да, и получался. А вот здесь наступают неприятные времена, потому что получилось уравнение у куб плюс П, У, плюс Ку равняется 0. Его надо исследовать, его надо решать. Уверяю вас, разумеется, греки вот это понимают. То есть, хотя они формулу писать так не умели, вы знаете, да, что современные алкогреческие обозначения, придуманные Декартом, это вовсе не Древняя Греция, к сожалению, вот это 17 век, то этого люди писали, вот про эти формулы мучительно трудно, буквально просто так вот писать, там, х умноженное на х, в сумме ссыл, прямо словами, формулы были чудовищной длины, совершенно чудовищной длины, но, тем не менее, это все не проблема, это все можно было понять. А вот та идея, которая сейчас прозвучит, на самом деле совершенно удивительно. Так, ребята, еще вот что. Давайте, для того, чтобы нам с вами не забивать свою голову, давайте мы вообще забыть про эти вот ужасные вычисления, потому что, в конце концов, чем у конкретных вот эти греки уравны, я, честное слово, использую, в ближайшее время не буду. Мне все-таки по-настоящему нужно уравнение у-ку плюс по-у плюс у равно ню, да, вот, а вся вот эта вот работа, она является именно подготовительной, и главное, что она является очень простой. Идея, очень простая, когда ее знаешь, и совершенно гениальная, когда ее надо придумать. как получить формулу торталью кардана для решения ухранения третьей степени. Во-первых, для начала, кто это умеет? Никто не умеет, а давайте я скажу несколько слов о том, как можно было догадаться до приема. хотя уверен, что они догадывались не так, вот, догадаться можно было бы. Если умеешь кубическое уравнение, то вообще-то оно записывается таким образом. у-1-й корень умножить на у-2-й корень умножить на у-3-й корень. Классно? Мы тоже потеряем весу. Уравнение, квадратное уравнение, это было две скобки. Сейчас две скобки. Правильно? Отлично. Давайте расстроим скобки. А ты сумма так нет? Нет, у меня уже нет. У меня уже вот это. У меня уже вот это. Так вот, у-3-й корень минус сумма корней умножить на у в квадрате плюс попарные произведения сейчас у-1-й-2 у-1-й-3 у-2-й-3 умножить на у и, наконец, минус произведения всех трех. Значит, как выглядит теорема Виета Слушайте, давайте я напишу ее не в общем не то, да? Теорема Виета для исходного уравнения выглядит так. Сумма корней это минус Виета и на сумма попарных произведений это что такое? Кто-нибудь может подскажешь? С разделить на А. Отлично. А произведение всех трех что это? минус 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 вот ну отлично если А равна единица если В равна нулю то чему же равна сумма корней? А? Нулю, конечно. Смотрите, пожалуйста, внимательно. Вот если у меня в этом равнении В равна нулю. То есть коэффициент у квадрат это ноль то у меня получается что сумма корней это ноль отлично сумма попарных произведений это что такое? Что это? П Так а произведение игреков это что? Это минус конечно Так вот, ребята заметьте, пожалуйста решить уравнение третьей степени это в точности то же самое что решить вот такую систему И вот здесь есть очень забавная вещь Y1 то есть Y2 плюс Y3 это у нас ноль А теперь фокус То есть действительно надо запомнить на всю жизнь потому что это одна из самых красивых вообще шуток которые есть в алтебре Если нам нужно найти число скажем Y1 мы не будем его искать Y1 А мы найдем Y2 и Y3 Это же правда? Это же лучше правда? А Y1 это есть минус Y2 минус Y3 искать то же самое искать тот же самый корень поэтому мы сделаем так чтобы искать Y1 мы напишем число Y1 это какая-то сумма это Z плюс T это Z T какие-то неизвестные заметьте пожалуйста если я Z настолько увеличу а T настолько же уменьшу то от этого Y не меняется поэтому у меня возникает некоторая степень свободы сейчас я подставлю это прям уравнение получается Z плюс T в кубе плюс P умножить на Z плюс T плюс Q равно В Казалось бы ситуация только улучшилась но ничего я умею звать Z в кубе плюс 3Z в квадрат T плюс 3Z T в квадрат плюс T в кубе плюс P умножить на Z плюс T плюс Q равно нулю ситуация еще более улучшилась еще сколько я скрою Микрисович что вы забыли раскрыть скобки нет я не забыл вот если я раскрыл скобки то все я уже утону но я не забыл раскрыть скобки ребята последняя строчка решает все Z в кубе плюс T в кубе плюс 3Z T плюс P умножить на Z плюс T плюс Q равно фиксировано только сумма а произведение может в принципе меняться так вот я сейчас хочу чтобы это уравнение сильно упростилось и пишу замечательное слово пусть 3Z T плюс P равняется 0 совершенно непонятно зачем но с другой стороны если сумма фиксирована то почему бы их так не передвинуть чтобы давайте мечтать а вдруг 3Z T плюс P сравнение смотрите как в таком случае записываются уравнения Z в кубе плюс T в кубе равняется минус у хорошо так а теперь давайте-ка сделаем так что такое Z умножить на T это минус P разделить на 3 ребята если я сейчас внимательно на это посмотрю то у меня сумма кубов известна и куб произведения а именно Z в кубе умножить на T тоже это минус P в кубе разделить на 27 если мы посмотрим на вот эти два уравнения то сумма известна произведение известно это то с чем мы сегодня уже сталкивались помните когда сумма известно и произведение известно это теорема для квадратного уравнения значит у нас есть надежда составить квадратное уравнение по этим данным решить его найти чему равны Z и T ну а когда мы будем знать Z и T то мы знаем Y потому что Y это сумма Z и T давайте это сейчас действительно реализуем поехали из верхнего уравнения T в кубе это минус U минус Z в кубе согласитесь что это действительно так и точнее представляем в нижнее уравнение Z в кубе умножить умножить на минус U минус Z в кубе это минус B в кубе делить на 27 так переносим все направо получится Z в шестой плюс Q в Z в кубе минус B в кубе делить на 27 равняется значит Z значит Z что-что плюс Q в кубе делить на 27 почему плюс направо все хорошо нет ребята значит на самом деле за арифметикой надо следовать потому что надеюсь вы понимаете что я эти формулы наизусть не помню просто потому что их незачем помнить да поэтому я запросто могу пробраться то есть я разумеется говорю о правду 8 идей но я запросто могу написать плюс вместо минус и на базу но сейчас это вы не правы все правильно да и вот хорошо и так что такое давайте возвращаемся с самого начала первое скажите пожалуйста до этого момента вы понимали как я свел уравнение с двумя параметами то есть было уравнение разделили на старший коэффициент старший коэффициент стал ранее 1 это все отлично после этого сделали замену и тем самым уничтожили коэффициент прийти в квадрате значит вот до этого места дожили так алексей а где у квадрата у квадрата его смерть мы приближали как могли мы делали замену у это x плюс b разделить на 3а ради этого мы там учились то есть теперь теперь у квадрата нет так голосование кто за то что у квадрата нет и это хорошо ага все голосование я вы а вы не понимаете почему это хорошо понимаете ли я нет нет да замену нет еще раз замена там была вы должны были знать что x плюс b в кубе помните там была такая формула x плюс b в кубе отлично отлично теперь теперь начинается то самое получение всматриваемся вздумываемся и все таки все получится поехали z плюс t в кубе п canceled значит да эти что все дожили отлично это что такое это раскрытие значит да это точно все дожили отлично не долго досталось. Главный момент вот этот. Захотели, чтобы исчез огроменный кусок формулы. Вот он. Для этого взяли и сказали, пусть 3ZT плюс P равняется 0. Поняли идею? Да. И у нас уравнение, которое, казалось бы, длинное, противное, превратилось, ребята, превратилось в то, что сумма кубов равняется минус куб. А при изведении чисел этой минус превратится на 0. То есть до этого места тоже. Отлично. В куб вести умеем? Умеем. Отлично. Это умеем? Правда умеем, ребята. Переделимся. После этого вместо T в куб подставили. Уравнение квадратное получилось. Перенесли. Решили. Почему там квадратное уравнение? Там кубическое уравнение, не квадратное. Квадратное. Значит, Z в кубе это число, дотворящее квадратное уравнение. Нормально? Z в кубе это минус куб плюс корень d. Все как положено по форме квадратного уравнения. Здесь 4, понятно? 4. Плюс, потому что я думаю, все замечательно. Нашли T куб, просто потому что вот эта формула была. Так, теперь понятно? Так, значит, до этого места доживем. Так, теперь начинается рассказ о граффинге. Ну, ребята, как-то не совсем грустно, что вы не можете понять этот граффинг. Так, давайте мы с вами тогда, если с этим графиком проблема, давайте мы с вами просто представим себе такую функцию. В это у минус 1 умножить на у плюс 1 умножить на 1. То есть у куб минус у. Скажите, пожалуйста, понимаете вы, как выглядит эта картинка или нет? Вот смотрите, при очень маленьких у, у скажем, одна десятая, тогда у в кубе это одна тысячная. То есть при маленьких у, у в кубе намного-намного меньше, чем у. То есть при маленьких у это выглядит почти что как минус у. И наоборот, при больших у это функция очень большой. То есть если у 100, то это будет у нас миллион минус 100, да? То есть при больших у это большое. В какой точке пересекает? В единице. В какой точке здесь пересекает? В минус единице. Поняли такую тревогу? Так вот, это для случая, когда п равняется минус 1. Тогда картинка вот такая. Если же п положительная, то есть график, например, у в кубе плюс 15 у. Тогда это просто возрастающая функция, потому что это сумма двух возрастающих функций. А возрастающая функция, она выглядит вот так. Понятно? Так, теперь давайте отдельно, я боюсь, что вас сейчас смутило то, что здесь два графика сразу. Итак, давайте я отдельно нарисую для положительного п и для отрицательного. Итак, вот она для положительного п кривой. Понимаете ли вы, что на каждом уровне у такой кривой ровно одна точка? Значит, кубическое уравнение всегда имеет ровно одно решение. Отлично. Если картинка другая, если у нас картинка вот такая, тогда понятно ли вам, что начиная с какого-то момента будет одна точка? Одна. Одна. А здесь сколько точек? Две. А здесь сколько точек? Три. А здесь сколько? Три. А здесь опять две, а дальше одна. Понятно? Так вот, давайте теперь посмотрим на формулу и поймем, какая она замечательная при одних п и какая она удивительно неприятная при других. А именно, если у нас П это число положительное, то уравнение имеет ровно один корень. И под знаком квадратного корня стоит что? Что-то не число. Стоит положительное число. Квадратный корень из положительного числа извлекается совершенно замечательно, правда? Ну, дальше какое-то тут выражение, кубический корень тоже извлекается единственного смыслового числа. Все замечательно. Значит, если уравнение имеет единственный корень, то формула кардана работает замечательно. Дает сам корень, мы счастливы и все хорошо. Повторяю опять, когда П больше нуля. Я не удержусь. И все-таки конкретную выкрепку какую-нибудь вам покажу. Потому что, ну, как-то странно же, если есть формула, не увидеть, как она работает. Так, ну, давайте, давайте возьмем какую-нибудь тревогу. Скажем, у в кубе плюс 2у. Скажите, пожалуйста, вот такое уравнение. у в кубе плюс 2у равняется 3. Какое решение оно имеет? Единицу. Какое? Единицу. Единицу. Молодец! Он знает, что 1 в кубе плюс 2 это 3. Молодец. Конечно, у равно 1. Так, будьте довольны. П равно, q равно? Минус двойки. p это 2, p это q минус 3. Отлично. q квадрат плюс 4p куб разделить на 27. Это 9 плюс что? Плюс 16. Плюс 16. Хуже. Не 16. 32 двадцать седьмых. Так, ребята. Сколько будет 9 умножить на 27? 80. 243 плюс 32. 27. 27. 27. Каких? 27. Мы с вами получаем замечательную форму. Единица. это. Это кубический корень. Так, минус q это 3. Из числа 3 плюс корень из 275 двадцать седьмых пополам. Плюс кубический корень из числа 3 минус корень из 275 двадцать седьмых пополам. Заметьте, пожалуйста, формула, конечно, верна. Формула абсолютно на смысле. Все замечательно. Но считать по этой формуле гораздо сложнее, чем просто написать число 1. Правильно? Хорошо. Может быть, на вас немножко не произвело впечатление, поскольку здесь какие-то дроби. Давайте подумаем, что нужно для того, чтобы в моем выражении не было дробных чисел. А на самом деле все легко. Достаточно было рассмотреть такое уравнение. y в кубе плюс 3y. Ну, здесь теперь вопрос. Хотите единицу, я дышу 4, или хотите, чтобы корень был двойкой? Что вам приятнее? Двойка. Двойка? Считать тогда будет сложнее. Ну ладно. 8 плюс 6 сколько будет? 14. 14. Замечательно. Ребята, p равно 3, q равно минус 14. Теперь быстро вычитаем это выражение. q в квадрате это 196. Правда? 14 умножить на 14, да? Здесь p куб и 27 уничтожиться будет просто плюс 4. Это будет, господа, 200. Это будет 200. Здесь, соответственно, мы понимаем, что двойка это кубический корень из числа 14 плюс корень из 200 пополам, плюс кубический корень из 14 минус корень из 200 пополам. Ну, здесь можно даже проще написать, на двойку сократить. Поэтому будет так. Корень кубический из 7 плюс корень из 50, плюс корень кубический из числа 7 минус корень из 50. Между прочим, господа, мы сейчас с вами придумали, по крайней мере, две задачи для школьников. А именно, смотрите, что я делаю. Я беру вот так и говорю. Докажите, что корень кубический из 7 плюс корень из 50 плюс корень из 7 минус корень из 50. И, соответственно, докажите вот это равенство, да? Таких задач вполне много. Понимаете, как они штампуются? Просто можно здесь брать любые коэффициенты, брать любое число, вычислять, и вот вам получилась задача. Но видно, что формула, хотя и есть, но, в общем, какая-то она трудная. Но это еще ничего. Потому что, в конце концов, никто не обещал, что на специально подобранных уравнениях формула обязана давать идеальный вид. В конце концов, нам нужно было как-нибудь решить уравнение, но если уравнение единственный корень, вот оно, собственно говоря, и решается. Интереснее другое. Будет ли эта формула работать в каких-то ситуациях, когда у нас П число отрицательное? И даже там, если П число отрицательное, эта формула работает всегда или она иногда работает? Так вот, оказывается, господа, что эта формула работает, когда решение не будет. И абсолютно отказывается, когда решение не будет. Давайте я это покажу. Акады и два. Что? Акады и два. Можно я сначала покажу тебе, на форму, на все, а потом ты сам поймешь? А главное, поймешь о механизме. Потому что здесь очень красивый и, что называется, абсолютно понятный механизм этого дела. Какие, господа. Ну, что я сейчас должен делать? Пробовал написать. Я сейчас должен вам написать какое-нибудь уравнение, у которого 3 корни. Согласны? Ну, вообще-то надо такой уравнение. Вот оно на доске. y куб минус y равняется 0. Давайте я выложу. y куб минус y равняется 0. Что у меня здесь? p равно минус 1, q равняется 0. Я сейчас должен просто подставить формулу, и мы, соответственно, поймем, работает эта формула или нет. Поехали. Корень квадратный извлекается из чего? 2 квадрат плюс 4p, вот это, как разделить на 20. У меня корни, значит, здесь будет минус 4 двадцать седьмых. Ух ты, как интересно, как интересно. У меня, повторяю, равно минус. Поэтому формула вообще не такая и сложная. У меня должно быть так. Корень кубический из квадратного корня из минус 4 двадцать седьмых, все это поломается. Ух ты, плюс корень кубический, наоборот, из минус квадратного корня из минус 24 двадцать седьмых пополам. Ну, давайте думать. В принципе, формула еще что-то дает. Потому что, смотрите, корень из четырех это два как раз, корень кубический из двадцати седьмых это три. Поэтому у меня на самом деле получается так. Корень из минус одной трети, да, минус корень из минус одной трети. Ну и вообще так логично, что это ноль. Так что, в принципе, можно считать, что наша формула, пусть скрепя и, можно сказать, еле-еле-еле, но дала ответ у равняется ноль. Да. Но это было уже на пределе. Потому что внутри этой формулы возникли бессмысленные разумы. Кроме того, есть одна претензия. Вообще-то, корней у нас было три. Ноль один минус один. А формула дала. Почему? Только один из этих корней. Ну, впрочем, тут и написано один корень. Казалось бы, проблемы не какие. Вот. Так вот, ребята, оказывается, что на самом деле ситуация вот такая. Формула дает все три корня. Оказывается, ведь надо просто понимать. Что такое акумический корень? Он вовсе не единственным образом извлекается из числа. И оказывается, я сейчас вам это все объясню быстро. Оказывается, формула эта действительно правильно дает все хорошо, когда корень вещественный один. и она дает извлечение корня из отрицательного числа в ситуации, когда корней три. Понятно, что я сейчас должен доказать? Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...